Всем привет! Сегодня я решила для вас снять влог. Я сейчас сижу крашу и собираюсь. Сегодня выходной, но мне нужно дойти до магазина, и я решила, почему бы не снять влог, поговорить с вами. Вообще хочется для начала поговорить о том, куда же я всё-таки пропала, потому что в последнее время видео выходят реже и реже. Девчонки, а это всё потому, что я сейчас активно занимаюсь собой, и у нас в зале, куда я хожу, был челлендж. В течение 21 дня мы интенсивно занимались и очень-очень правильно питались. Я говорю сейчас не про ПП, а про конкретно. То есть у нас и безуглеводные недели были. В общем, было очень интенсивно, мало времени. Я ещё на второй неделе заболела, поэтому, к сожалению, на видео у меня не было времени. Вот решила снять сегодня влог, просто с вами поболтать, рассказать вам, что у меня в жизни происходит. Буду сидеть и краситься заодно. Кстати, сейчас использую палетку Chocolate Bar от Too Faced. Пока мне очень всё нравится. Нужно, конечно, попридумывать больше макияжа, но я говорю, что в последнее время вообще просто ни на что времени не хватает. Вот. Так вот, челлендж заключался в том, что в течение трёх недель мы посещали зал, у нас было три тренировки, и дома нужно было каждый день заниматься. Вот. И, ну, измерялись, классы были интересные, всё было здорово, очень интенсивно. На самом деле, такие классы, после которых, знаете, выходишь и думаешь, блин, я сейчас, наверное, просто упаду и умру. Вот. Вот. Я себя так ощущала. Сейчас этот челлендж закончился. Мы ещё в понедельник придём, чтобы, ну, поделиться результатом. Ну, и, конечно, дальше мы будем продолжать ходить в зал и заниматься. В любом случае мы это дело не бросаем. Как говорится, покой нам только снился. Ну, вот. Поэтому сейчас я накрашусь, схожу, сделаю завтрак, и потом пойду прогуляюсь до магазина. Нужно посмотреть какие-то полезности, потому что с того питания безуглеводного мы уходим сейчас, потому что уже челлендж заканчивается. И просто перехожу на правильное питание. А знаете, в правильном питании главное просто соблюдать баланс. Я, допустим, позволяю себе чёрный шоколад, но именно чёрный, хорошие марки, с хорошим составом. Вот. Поэтому нужно пойти посмотреть какие-то пасты из орехов, сами орехи. И, соответственно, это всё мне нужно сегодня прикупить. Так. Также я сегодня планирую разобрать свой шкаф, посмотреть на свои вещи, что у меня большое, что нет. Потому что недавно я заказала себе брюки на Asos. И потом поняла, что у меня были какие-то чёрные брюки в шкафу, но они мне были маловаты. И я их померила, они мне реально большие. Поэтому мне нужно пересмотреть свою одежду. Опять на тему похудения, да. С лета я сбросила 11 килограмм. И, соответственно, нужно посмотреть на летнюю одежду, что большое, что нормальное, что можно кому-то отдать. В общем, давайте следующее включение будет, когда мы уже пойдём завтракать. Ну и тут у меня омлет из двух яиц, воды. Тут у нас красная рыба, сыр, авокадо. Тут у меня кофеёк и видео Олечки. Я всегда люблю смотреть чьи-то видео, видео своих любимых девочек. Пока завтракаю. Мне только что курьер доставил посылку из АСС. Давайте посмотрим, что там. А заказывала я вот такие вот лоферы. Но я чувствую, что я прогадала их с размером, потому что они выглядят какими-то очень маленькими. Я заказывала шестой. Возможно, придётся отослать их назад и заказать седьмой. И также ещё заказывала топ. Сейчас я вам его поближе покажу. Вот такая вот маечка со шнуровкой. Она с коротким рукавом. Таким вот образом она выглядит. Я её сейчас померю. Я думаю, что нормально будет. Кстати, если кому интересно, вот такого вот бренда она. А эти лоферы, как я и говорила, мне немножко маловаты. Они чуть-чуть мне жмут. Поэтому надо заказать на размер побольше. Но вообще они классные. Смотрятся очень круто. Мне нравится. На улице такая погода хорошая. Вроде бы паспортно, но очень тепло. Я уже сняла свою тёплую куртку и надела просто кожаную косуху. Так комфортно вообще всё. У нас в некоторых продуктовых магазинах продают одежду. Поэтому я зашла в примерочную. Решила показать вам, в чём я сегодня одета. Куртка Next. Вот этот свитшот из H&M, джинсы и кроссовки. Очень так. Обычненько. Решила померить несколько вещей. Такая яркая блузочка. Не знаю, с чем я её буду носить, куда я её буду носить. Поэтому оставлю. А так в целом очень симпатично. Рубашки. Я их так люблю. Но это как-то странно. Сидите мне почему-то тут расцарапано всё шея? Не знаю. Это не очень. Вообще никак не сидит. Тряпка какая-то. Вот вы понимаете, почему я теперь хочу разобрать свои вещи. Я взяла в магазине свой размер, который, ну, обычно брала. И вот посмотрите на это. То, что блузку, кстати, тоже брала меньшего размера. Нормально села. А мой размер просто большой теперь. Как мне всё это нравится. Посмотрите. Сколько красивых искусственных цветов. Для тех, у кого, как у меня, допустим, искусственные цветы дома не живут. Посмотрите, какие красивые делают. Просто обалдеть. Я туда ل法ят. Всё это нравится. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, я уже дома. Это то, что я купила. Если вам интересно, давайте быстренько пройдусь, что я покупаю. Сыр фета 10% вот такой вот. Сейчас буду готовить ужин. Потом йогурты на работу. Weight Watchers без жиров. 45 калорий. Они, кстати, очень вкусные. Вот такие вот. Молоко Альпра. Вот если вы ищете кокосовое миндальное молоко, то Альпра самая хорошая марка. Я ей доверяю. Очень нравится. Это вообще что-то с чем-то. Это Филадельфия, но она взбитая. Она как мусс. Я взяла зеленью с чесночком. Мы также берем вот такой вот творог обезжиренный. Так, это не мне. Еще я решила взять хорошую арахисовую пасту, но потом наткнулась на вот эту. Это масло пасты из трех орехов. Тут у нас кешью, арахис и лесной орех. Кстати, знаете, как выбирать хорошие такие пасты? Там, арахисовую или еще какую-то. Главное, чтобы они были в стеклянных банках. Это залог. Это хороший залог. Не пластиковые, а стеклянные. Конечно же, всегда беру авокадо. Также для того, чтобы заправлять салаты какие-то овощные, мне нравится использовать вот это масло. Это масло грецкого ореха. Совсем капельку, ну, добавляет какой-то такой привкус ореховый вкусный. Так, это у нас уже хозяйственная. Это такие концентраты, я их добавляю везде. И полы мою, и пыль протираю даже в стиральную машину. Добавляю немного и в утюг. Потом белье пахнет просто невероятно и в доме свежо. Поэтому вот, если вы в Англии живете или у вас есть доступ, попробуйте эти концентраты. Также еще решила взять вот такие вот мешки для того, чтобы сложить лишние вещи и выдуть из них пылесосом воздух. Шоколад. Вот это две мои самые любимые марки в плане шоколада. Хэнди очень вкусный шоколад. Я беру всегда черный, этот с фисташкой. Я позволяю себе 10 грамм иногда с утра, с кофе. По калориям получается нормально, но это помогает мне не срываться на какие-то там булочки и пироженки. И вторая шоколадка это линдол, конечно. И тут дела с апельсинкой попробовать тоже черный шоколад. У меня закончился мой любимый шампунь и кондиционер от L'Oreal Pro Fiber. И я решила попробовать что-то такое недорогое, посмотреть, как будет работать. Вот это привлекло мой глаз. Также наткнулась на некоторые новиночки в плане декоративной косметики. У Риммели вышли вот такие вот масла для губ. Очень красивый оттенок. Также взяла матовую помаду от Maybelline вот в таком вот оттенке. Еще я нашла вот такие вот поставки под кофе, сахар и чай. Они были по очень хорошей скидке. И они очень симпатичные. И в целом подойдут подо все остальное, что мы купили для кухни. Вот смотрите, на обед я сделала такие блинчики. Там всего 2 яйца, цукини и сыр фета. Это, кстати, очень вкусно. Можно добавить еще сметанки наверх. В общем, буду встречать мужа с такими блинчиками. Я, кстати, в шоке, но ему тоже они нравятся. Мужчина вообще мясо любит, но ему вот эти понравились. Я захотела вам еще поближе показать новинку. Посмотрите, это масло с тинтом для губ от Риммели. У меня это оттенок 500. И он выглядит, конечно, очень ярким в упаковке. На губах он вот такой вот. Просто такой ягодный красивый тинт масла. То есть, если у вас очень шелушатся губы, я думаю, что вам может понравиться. Помада Maybelline у меня вот в таком вот красивом оттенке. Розовый. Приглушенная роза, я бы сказала. Сейчас попробуем, как он смотрится на губах. Но сама помада выглядит вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу. Это их матовая коллекция. Вот такой вот оттеночек. Ну вот примерно так она у меня на губах выглядит. Такая розовая. Красивая помада. Очень комфортная. Хорошо сидит на губах. Но единственное, что, конечно, нужно привыкнуть к такому оттенку. Такой розовой красивой. Наложится очень хорошо. Она такая мягенькая. Ну что, ребят, сегодня день уборки. Убрали весь дом. Теперь нужно приступить к уборке косметики. Посмотрите, как тут все навалено. Я уже ничего найти тут не могу. Тут тоже хорошо было убраться. Хочу разобрать косметику. Посмотреть, что мне надо. От чего можно избавиться. Я думаю, вам такое видео будет интересно. Поэтому давайте сейчас я займусь уборкой вот этого всего. А потом уже к вам вернусь. Вот сейчас смотрю на все это и думаю, зачем я вообще еще когда-то покупаю косметику. Посмотрите, сколько ее. Весь стол заставлен. А вот сюда я скинула все то, что я выкидываю. Или вот это уже закончилось. Тут вот эти помадки. К сожалению, мы не подружились с ними. От Нориаль. Никс. Вот эти два у меня просто закончились. Канны из Токгольм, по-моему, надо будет купить. Я ими долго пользовалась. Ну, в общем, тут не так много продуктов на самом деле. Тут эта база тоже закончилась. Метеориты закончились. Этому уже тоже довольно много лет. Консилер тоже уже вышел. И тональный крем от Шенель закончился. Привет, сегодня уже следующий выходной. К сожалению, у меня не получилось закончить влог на прошлых выходных. Поэтому я решила включиться и сегодня. У нас сегодня такой будет девичник. Мы поедем с сестрой моего мужа в центр погуляем. Конечно же, я позволю себе вкусный завтрак. Битя-пи. Это моя награда для себя за тот фитнес-челлендж, который я прошла. Поэтому сегодня я тоже возьму вас с собой. Мы пришли кушать в мое любимое место. Битя-пи. Если вы будете в Бирмингеме, обязательно сюда заходите. В центре города. А на завтрак сегодня у меня экрояль с авокадо. Где-то там вот такой вот кофеек. Балате. А на соседнем столике вот такой вот. Смотрите, новинки от Real Techniques. У них вышли новые наборы. Вот такой вот для глаз, как я понимаю. А нет, это для губ. Посмотрите, какой набор. И вот еще вот такой вот набор. Вот у нас такие цены на них. У нас тоже появилась эта линейка от Шарцкопа, Мегаплекс, Калэксперт. Я волос-санитаж, но маску все равно попробую. У L'Oreal вышла новая линейка по ходу за волосами. Вот такая вот. Тут их как-то очень-очень много. И вот такая. Мне даже интересно, с чем это. С камелия. Вот такая. Ну вот, что касается покупок. Тут у меня фартук. Вот такая вот доска в виде сердечка. Я думаю ее использовать просто как подставку. И еще вот такая вот ложка для мороженого. Или какой-то печеньки. Пику будет удобно набирать. Ну а что касается косметики, тут я на самом деле купила не так-то и много. Вот такая вот палетка от Freedom. Она очень бюджетная. Она стоит 4 фунта. Но говорят, что оттенки очень красивые. Посмотрите, они такие розовато-топовые. В гамме Naked 3. Буду пробовать смотреть на их пигментацию. Любимый сухой шампунь от Коллаб. И еще пришла взять на пробу вот такой вот лак для волос от Got2B. И вот такую маску новую от Швадскоп. Много слышала про нее. Волосы мне не крашены. Но все равно хочется попробовать, конечно. И еще у блогера Fliody Force. Я ссылку на ее канал обязательно оставлю. Вышло два продукта для бровей. И вот это двойной такой гель. Один с цветом, а другой прозрачный. Так что буду пробовать. Она сделала в коллаборации с Allure. Так что буду пробовать. Ну что, на этом я хочу закончить этот влог. Он у меня получился такой сумбурный. Показала вам все, что смогла. Надеюсь, что получится у меня сесть и снять нормальные видео на следующей неделе. Потому что идеи есть. Так что надеюсь, что увидимся очень скоро. Всем пока! Продолжение следует...